здравствуйте студия олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на 1 марта пятница говорят что наш человек больше всего ждет конец рабочего дня пятницу и весну так вот сегодня вечером похоже у нас будет флеш-рояль но об этом шутить будем позже а сейчас давайте перейдем к передовицам английских газет о чем они сегодня пишут для британцев газета guardian приводит противоречивые сообщения о недавних смертях в секторе газа газета сообщает об утверждениях чиновников здравоохранения газа которые сказали что более ста палестинцев погибли после того как израильские войска открыли огонь по толпе которая собралась вокруг грузовиков с гуманитарной помощью но в газете также нашлось место для заявления израильских военных которые отвергают все эти утверждения газета financial times пишет сахал открывает огонь на фоне продовольственной лихорадки именно такой заголовок они вынесли на первую страницу рядом с фотографией мужчины который стоит на коленях рядом с двумя телами в мешках как и газета guardian газета подчеркивает что существуют противоречивые сообщения о том что израильские войска открыли огонь когда люди спешили получить продовольственную помощь на севере газы это были в основном гражданские лица газета также предваряет выступление владимира путина с посланием федеральному собранию в котором он заявил что поддержка украины со стороны запада может привести к глобальной войне об этом поговорим позже в выпуске сейчас газета daily telegraph которая также ссылается на российского лидера и утверждает что документы разведки свидетельствуют о том что путин контролирует и вооружает иммиграцию в европе с помощью ополченцев в африке газета цитирует источник в силовых структурах который сказал что эта тактика означает что россия может эффективно контролировать выборы в других странах наводняя определенный район мигрантами чтобы повлиять на общественное мнение в решающий момент об этом мы тоже поговорим чуть позже в выпуске сейчас daily mail которая пишет об иммиграции заявляя что уволенный наблюдатель обнаружил шокирующие провалы в миграционной системе в великобритании и это все опубликовано в запоздалом докладе который был опубликован министром внутренних дел ну а в другом месте на первой полосе этой газеты есть фотография босса red bull формулы 1 крестьяна хорнера и его жены поп-звезды джерри холливэл вы их видите которые предупреждают что им грозит унижение газета поясняет что хотя скоро на ра с хорнера были сняты обвинения в каких-либо правонарушениях в связи с предполагаемыми сообщениями коллеги женщине эти сообщения теперь просочились в сеть газета сам сегодня тоже уже второй день подряд публикует статью о крестьяне хорнере а заголовок называет его муженьком джерри и в газете сказано что утечка вот этих переписок означает что было раскрыто полное содержание его предполагаемых сообщений за которые с него были сняты все обвинения газета таймс сегодня на своей главной фотографии на обложке изображает принца уильяма который разговаривает с 94-летней женщиной которая пережила холокост она он познакомился странная солд во время посещения синагоги в лондоне во время визита он осудил рост антисемитизма но газета фокусируется на том как госпожа солт скучала по принцессе уэльской которая была вне поля зрения общественности с тех пор как перенесла операцию на брюшной полости в январе газета ведет расследование в отношении война казенса это полицейский который заключен в тюрьму за убийство сары эдвард и заголовок гласит что ничего не остановит другого полицейского который стал убийцей это другая основная статья о кейт мы поговорим позже выпуске опять же расследование просчетов полиции также является главной темой для daily mirror рядом с фотографией уэйна казенса в парадной полицейской форме заголовок газеты многозначительно спрашивает сколько еще скрывается их прямо на виду ну если вы помните этот человек обвиняется этот полицейский обвиняется в убийстве после смерти как тут написано волосатого байкера дэйва майера в возрасте 66 лет в газете метро есть две фотографии на одной он запечатлен со своей женой лили вот вы видите а на другой со своим давним партнером по телевидению си кингом передовица газеты под заголовком прощай мой старый приятель цитирует слова кинга мой лучший друг находится в путешествии к которому я пока что не могу присоединиться на такой же пронзительной первой полосе газеты daily star размещена фотография того же самого телевизионного дуэта мотоциклистов и цитата та же самая кинга в качестве заголовка это же цитата стоит в заголовке рядом с фотографией друга сидящего на солнышке на обложке daily express которая приводит к последнему предупреждению бывшего министра внутренних дел в другой статье сойлы бреверман об эмиграции так больше продолжаться не может говорит она около полутора миллиона там 1 и 400 тысяч миллиона человек получили визы великобританию в прошлом году именно так газета описывает национальную катастрофу также газета напоминает что госпожа бреверман была уволена премьер-министром ноябре прошлого года более мрачный прогноз по экономике великобритании это главная новость газеты ай многие газеты на этой неделе освещали предстоящий весенний бюджет который должен быть озвучен а сегодня газета ай цитирует источника в казначействе который говорит что правительству приходится дорабатывать бюджет дальше потому что в нем запланировано снижение личного налога на 2 пенса которая теперь вроде бы не ожидается ну а что внутри газет вы сейчас узнаете из нашего основного выпуска новостей не переключайтесь уважаемые телезрители в нашей программе новостей рассматривается ряд актуальных событий и фактов из жизни общества великобритании обращаем ваше внимание на то что позиция ведущего не обязательно отражает оценочные суждения крупных информационных агентств его цель заключается в представлении имеющейся информации с независимой точки зрения для расширения контекста обсуждаемых вопросов в программе могут использоваться кадры из художественных произведений однако любые трактовки или выводы которые вы сделаете по итогам просмотра передачи являются личной ответственностью зрителя будем признательны если вы воспримете информацию нашей программы с должной долей критического осмысления да именно так ну а сейчас и к тому что обсуждают все британские газеты это предстоящие основные выборы а на предвыборах на таких выборах в городах в манчестере убедительную победу одержал джордж гэллоуэй он набрал почти вдвое больше голосов чем его ближайший соперник независимый кандидат дэйв тали гэллоуэй будет представлять в парламенте партию трудящихся британии в своей победной речи он заявил кирс тармер это тебе за газу кирс тармер дэс из форга за головой долгое время выступает в поддержку палестинцев он предупредил либо рискую партию что она заплатит высокую цену за попустительство катастрофе в газе головой уверен что миллионы избирателей разочарованы в лейбористах правозащитника и беспокоены его победой учитывая антисемитские высказывания этого политика результаты выборов усилят давление на лидера лейбористов стармера требуя от него более жесткой позиции в отношении израиля однако вряд ли все это повлияет на общие итоги в следующих парламентских выборах великобритания заплатит руанде не менее трехсот семидесяти миллионов фунтов стерлингов за соглашение о приеме беженцев правительство великобритании планирует отправить в руанду лиц которые прибывают в страну незаконно для того чтобы они просили убежище не в британии а в руанде цель этой политики остановить поток людей пересекающих ла-манш на небольших лодках однако схема была приостановлена из-за судебных разбирательств и пока что в руанду никто не был перемещен правительство заявляет что планирует начать депортационные рейсы этой весной согласно пятилетней сделки великобритания сможет отправлять в руанду лиц которые прибывают страну нелегально для подачи заявления о предоставлении убежища согласно отчету национального контрольного управления и общая сумма выплат составит 370 миллионов фунтов за пять лет кроме того правительство великобритании будет предоставлять до 150 тысяч восемьсот семидесяти четырех фунтов на каждого человека для покрытия таких расходов как проживание питание и образование оппозиционная либерийская партия пообещала отказаться от политики руанды если она выиграет следующие выборы назвав ее слишком дорогой затеей ну если внимательно посчитать эти суммы то до затея действительно дорогая правительство уэльса признала что прекратила бесплатное питание в школах во время каникул незаконно две семьи и юридическая благотворительная организация обратились в суд заявив что министры не учитывают права детей правительство уэльса признала теперь свою ошибку и согласилась тем что им следовало тщательно оценить влияние такого решения на детей однако министр образования джереми майлз заявил что правительство не может позволить себе вернуть бесплатное питание в школах на каникулах программа бесплатного питания в школах во время каникул была начата во время пандемии и неоднократно продлевалась в июне прошлого года правительство сообщило городским советом что дальнейшего продления во время летних каникул этого года не будет несмотря на признание своей ошибки правительство по-прежнему утверждает что не может вернуть бесплатное питание из-за ограниченного бюджета ну что ж зато в руанду будем отправлять денежки на мигрантов мэр лондона садик хан объявила начале экспериментальной программы по отмене пиковых тарифов на проезд по пятницам цель этой программы стимулировать восстановление экономики города после пандемии с 24 февраля уже по 31 мая проездные билеты типа oyster ну или contactless то есть любые банковские карты будут действовать по тарифам вне пикового времени в течение всего дня включая некоторые поездки за пределы зоны большого лондона пиковые тарифы в настоящее время применяются в часы пик 6 30 до 9 30 утра из 4 до 7 вечера на всех маршрутах транспортов лондон включая линии elizabeth и london overground а также на рейсах national rail помимо отмены пиковых тарифов мэр также объявил о ряде специальных предложений в кафе и ресторанах по всему городу этот эксперимент продлится до 31 мая ну если ездить по пятницам будет дешевле хоть в этом есть какие-то плюсы сейчас я хочу конечно же поблагодарить всех тех кто все-таки поддерживает наш канал рублем скидываясь на зарплату и да на данный момент до конца сбора еще 24 дня и надеюсь мы все-таки наберем необходимую сумму спасибо вам огромное за вчерашние донаты не только на этот счет но и за платные лайки и так далее спасибо вам большое а теперь к другим новостям о которых пишут газеты украинский мужчина который продавал яд британцам и как полагают он связан по крайней мере со ста тридцатью смертями великобритании был идентифицирован bbc леонид закутенко рекламировал свои услуги на веб-сайте который пропагандирует самоубийство и сообщил журналисту что он отправил пять посылок отправляет пять посылок в неделю великобританию он поставляет то же самое вещество что и коня канадец кеннет лоу который был арестован в прошлом году и теперь ему предъявлены обвинения в 14 убийствах господин закутенко отверг эти обвинения когда его опрашивали журналисты bbc они нашли его в доме в киеве и он отрицает что продает смертельный химикат который bbc решила не называть однако расследование bbc показала что он поставляет это вещество уже много лет этот химикат можно легально продавать великобритании но только компаниям использующим его для законных целей поставщики не должны продавать его клиентам если они не провели базовых проверок того для чего именно будет использоваться это вещество это вещество может быть смертельным если принять его даже в небольших дозах это видео полностью со звуком вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале на который я вас рекомендую подписаться потому что новости там выходят намного чаще чем один раз в день газета daily telegraph раскрыла планы путина по наводнению европы мигрантами россии используют частные военизированные формирования чтобы контролировать и снабжать оружием а также перемещать иммигрантов в европу у кремля есть влияние на основные иммиграционные маршруты на континенты пограничники предупреждают что с наступлением весны россия вероятнее всего активизирует свои усилия по перемещению мигрантов газета daily telegraph увидела разведданные о планах россии создать пятнадцатитысячную пограничную силу из бывших ополченцев в ливии для контроля таких потоков контроль маршрутов позволяет влиять на выборы в европе вопрос миграции станет ключевым на выборах великобритании неудача по ограничению числа мигрантов считается слабостью премьера сунака ожидается что наплыв мигрантов этой весной усилится из-за действий россии откуда газета daily telegraph взяла такие секретные данные не указывается газета daily telegraph сегодня пишет что война на украине перекраивает миропорядок и добавляют что путин ежегодном обращении во вчерашнем обращении к россии и к миру пригрозил нато ядерной войной если альянс направит войска на украину путин заявил что стратегические ядерные силы россии полностью готовы к боевому применению ввод войск нато на украину может привести к уничтожению всей цивилизации эксперты обсуждают как европа может вооружить себя если сша выведут войска по их мнению европейцам придется увеличить расходы на оборону чтобы компенсировать уход американцев также необходимо координация военных закупок и производства вооружений внутри европейского союза пишет daily telegraph и financial times сегодня тоже обратила внимание на речь путина и естественно для своих британских читателей они акцентируют на этом внимание они пишут что путин предупредил о том что западная поддержка украины несет риск развязывания глобальной войны и применение ядерного оружия что означает уничтожение всей цивилизации путин заявил о том что высказывание якобы готовящимся нападение россии на европу полная чушь также пишет газета путин предупредил что поставки западом передовых вооружений и перспектива развертывания войск нато на украине чреваты ядерным конфликтом он похвастался готовностью российских ядерных сил и пообещал нарастить войска на границе с нато также путин отверг обвинения сша в планах размещать ядерное оружие в космосе и назвал их попыткой втянуть россию в гонку вооружений аналитики считают что путин пытается ядерным шантажом ограничить помощь запада украине резюмирует газета financial times ну как британцам представляют путина мы все прекрасно знаем через час те из вас кто останется в живых будут завидовать мертвым bbc также сегодня пишет о том что 18-летний студент университета линкольна алфи джон хэд умер после того как выпил бутылку водки на вечеринке университетской команды по лакроссу как стало известно на слушаниях коронера свидетеля рассказал что алфи потерял сознание по дороге домой и его состояние резко ухудшилось после того как он осушил бутылку водки во время предварительных выпивок то есть на какой-то разминке к вечеринке он скончался еще в ноябре в больнице после лечения в реанимации по заключению коронера смерть алфи наступила в результате острого алкогольного отравления и его семья заявила что он был преданным болельщиком клуба арсенал у него было яркое будущее а трагедия в целом произошла из-за чрезмерного употребления алкоголя да очень жаль что у нынешней молодежи в британии не только отсутствует культура питья я не враг своему здоровью культурно отдыхать умеет уже не первый день газеты предупреждают что в лондоне участились кражи предметов роскоши в том числе курток канада гус велосипедов бромтон часов rolex и наушников airpods вот такую графику выкладывает газета daily mail вы можете посмотреть входите ли вы в зону риска если у вас есть один из этих предметов с собой на улице то вы в принципе в зоне риска в последние годы в столице британии резко возросло число грабежей в которой которые нацелены на высококлассные товары в результате чего ни в чем не повинных прохожих сбивают с ног на улицах и грабят среди самых популярных товаров у преступников значатся складные велосипеды бромтон которые стоят от 1300 до четырех с половиной тысяч фунтов а также дорогие велосипеды с воркс и пинарелла которые могут стоить до 13 тысяч фунтов но в последнее время участились случаи нападения на пешеходов в куртках канада гус которые могут стоить до 1700 фунтов стерлингов директор по наблюдению требований охране порядка эксплуатации и безопасности транспорт for лондон сван ховард в прошлом месяце заявил ну что крадут в основном наушники airpods телефоны и в целом мы рискуем увидеть рост числа ограблений это брендовые куртки и все это вызывает у нас реальную обеспокоенность поскольку это действительно влияет на безопасность молодых людей на улицах грабит позвонки вчера вечером и сегодня сразу несколько огни английских порталов и газет начали задаваться вопросом куда делась принцесса уэльская кэтрин и члены королевской семьи сразу же опубликовали новое заявление о принцессе кейт поскольку как сообщается она продолжает чувствовать себя хорошо после запланированной операции на брюшной полости представитель королевской семьи сказал кенсингтонский дворец ясно дал понять еще в январе что сроки выздоровления принцессы будут до пасхи и мы представляем только значительные обновления информации и это руководство остается в силе при этом никакого официального заявления на которой ссылается пресса я так и не нашел ни на одном официальном сайте королевской семьи газеты и представители королевской семьи тоже не добавили никаких подтверждений что с принцессой все в порядке я поискал информацию и сделал выводы с которыми поделился с вами в специальном выпуске который вы сможете посмотреть вот по этой ссылочке наверху ну и после прогноза погоды вы тоже найдете ссылку на этот специальный выпуск в котором я рассказываю все подробности куда пропала кейт ну а сейчас прогноз погоды с игорем павловым доброго утра дорогие слушатели с вами игорь павлов и сегодня мы заглянем в карман самой капризной погоды в англию ведь сегодня первый день весны и нам обещать весенние лучи солнца нежный бриз и теплую погоду я выглянул с окна и понял что обещает ну точно не у нас однако как всегда в англии природа решает подарить нам целый букет сюрпризов поднимем шторы и посмотрим что же нас ждет да сегодня в лондоне обещают солнце ветерок и даже возможность увидеть радугу вот только радуга кажется тоже делает сюрпризы не удивляйтесь если вместо цветов будет радужные капли дождя и один тонн серых выхлопных газов автомобилей и переменной облачностью тем временем в центральной части страны где сегодня первый день весны нас ждет настоящая веселуха верить или нет там намечается снег видимо зима решила сделать нам прощальный подарок не удивляйтесь если встречи снежного человека праздничного приход весны ну а в шотландии как всегда своя атмосфера там солнце все-таки решается заглянуть в окно и подарить тепло возможно шотландские облака решили отдохнуть и дарят вам возможность получить весеннее настроение а на выходных нас ожидает все то же самое но еще и с пониженной температурой я бы даже вам сказал по точнее да градусник сломался так что дорогие слушатели готовьтесь ко всему от солнца до снега от веселья до неожиданных встреч со снежным человеком пусть это первый день весны и будет для вас ярким как сюрприз мужчины на 8 марта всем хорошего дня и отличного настроения но не только хорошего дня хочется пожелать не только сегодня я имею ввиду хорошего начала вам весенних месяцев чтобы они подсушили в конце концов наши мокрые гардены ну и наше настроение будет веселым и сопутствующим этому солнышку которое мы ожидаем особенно после просмотра таких новостей как наши я рекомендую вам подписаться на наш канал чтобы быть в курсе того что происходит в великобритании а также подписаться на телеграм-канал в котором мы обсуждаем все эти новости студии был олег хилл я желаю вам прекрасно провести эти выходные всего вам доброго встретимся с вами в следующем выпуске в следующем выпуске